В недрах старого заброшенного завода зреет коварный заговор Ха-ха! Вот, наконец, пришло время осуществить мой зловещий план Этим рычагом я включу генератор темноты И на мир опустится вечная ночь Не так быстро тьма Что? Супер-пеша? Ты прав, злодей, и я смогу остановить тебя Вот тебе! А-а-а! Только не супер-фонарик! Сейчас ты попадешь в мой хранитель злодеев Хочешь сказать что-нибудь на прощание? Сэм, собери, пожалуйста, все свои носки Хорошо, мама, я соберу их Сэм, ты помнишь, что сегодня ты будешь спать с выключенным светом? Да, мама, помню, не волнуйся Если мне станет страшно, я надену мою супер-пижамную маску Молодец, Сэм! Спокойной ночи! Спокойной ночи, мама! Когда на улице темно Без страха смотрим мы в окно Когда на улице темно Без страха я смотрю в окно Я не боюсь В моем шкафу живет тьма Но я этого совсем не боюсь Ну ладно, боюсь Я не смогу спать, пока тьма прячется в моем шкафу Я должен поймать тьму С этой задачей справится только Пижама Сэм Так, где же моя супер-пижамная маска? А еще мне нужен фонарик и коробочка Я уверен, что мои вещи где-то здесь Моя металлическая супер-пижамная коробочка Я использую ее, как мой личный хранитель злодеев Я помещу в нее тьму, когда поймаю его Осталось лишь найти мою маску и фонарик О, да это же моя супер-пижамная маска В ней меня никто не узнает Осталось лишь найти мой фонарик Ага, мой надежный фонарик Теперь я точно поймаю тьму Отлично Теперь я готов пойти в шкаф и поймать тьму Отлично Я готов Берегись, тьма Тебе идет пижама Сэм Эй Здесь есть кто-нибудь? Тьма? Эй А Ай Ай-яй-яй Аааа Тадам Ух ты! Кажется, тьма живет именно здесь. Нужно найти его до того, как мама заметит, что меня нет в спальне. Ну, сейчас я не могу вернуться. Ох, не думал, что у меня такой огромный шкаф. Таможня. Таможенный досмотр. Так-так-так, что у нас здесь? Кажется, у него есть суперпижамная коробочка и фонарик. Ты задекларировал эти вещи, прежде чем войти в царство тьмы? Задекларировал? Ну, по-моему, нет, но... Думаю, их лучше конфисковать. Они могут быть опасны. Эй, это мое! К тому же, ты надел маску. Посмотрим, как ты выглядишь на самом деле. Моя суперпижамная маска. Пижама Сэм, да? Ну что ж, пижама Сэм, можешь идти. Но помню, я буду следить за каждым твоим шагом. Ой, что же теперь делать? Можешь взять ее, если хочешь. Эй, спасибо. Очень жаль, что ты потерял свои вещи. Мне тоже. Как я смогу поймать тьму без моих вещей? Думаю, твои вещи находятся где-то здесь. Царствить мы. Они найдутся. Достаточно внимательно поискать. Вы правы. Можно эта веревка пока останется у меня? Да. Удачи тебе. Ой, надеюсь, то дерево не расстроится из-за того, что я потерял веревку. К счастью, теперь у меня есть доска. Кажется, то страшное место и есть дом тьмы. Думаю, я найду его именно там. Здравствуй. Привет. Меня зовут Сэм. Я собираюсь поймать тьму и заключить его в мою металлическую коробочку. Конечно, после того, как я найду ее. Рад познакомиться, Сэм. Можешь звать меня Отто. Ты можешь перевезти меня через реку? О, нет. Я не могу спуститься на воду. Я утону. Ты же знаешь, я сделан из дерева. Но ведь дерево плавает. Нет, я так не думаю. У меня был друг, который рассказал мне историю о своем брате, который... Ммм... Он был сделан из дерева, а потом был спущен на воду и утонул. Правда? Да, пошел прямо на дно. Это так страшно. Лучше бы я был машиной. По-моему, твой друг ошибся. Дерево не тонет в воде. Как бы я хотел, чтобы это была правда. Ну, смотри. Это дерево, верно? Да. Итак, смотри внимательно. Видишь, оно не тонет. Дерево не тонет. Да. Ты тоже не утонешь. Вот спустись на воду. Ну, думаю... Пока все идет хорошо. Да. Да, в этом нет ничего страшного. Все хорошо. Я плыву. Ура! Да это же здорово. Может тебя куда-нибудь подвезти? Давай, забирайся ко мне. Давай поплаваем. А ты знаешь, почему корабль не тонет? Потому что его плотность меньше плотности воды. Вообще-то на плаву могут держаться даже корабли, построенные из железа. Потому что они наполнены воздухом. Да, это очень интересно. Давай поплаваем. Хорошо. Хм, это старый пень. Может, там есть лягушка или что-нибудь еще? Ох, здесь совсем ничего нет. Ой-ой, кажется, я застрял. Точно, я застрял. Интересно, как бы супер пижам поступил на моем месте? Ой! Ай! А-а-а! Добрый день, дерево! Ой-ой! Ух, как неудобно! Это же моя супер пижамная маска! Эта маска принадлежит народу! Я уверен, что это моя маска. Имущество должно быть общим. К тому же маска мне самому нужна. Ведь я лидер Зеленого Освободительного фронта. Лидер чего? Зеленого Освободительного фронта. Это группа овощей, которая борется за изменение порядка подачи блюд. Нам надоело считаться закуской. Мы хотим быть основным блюдом. Как бы там ни было, мне нужна моя маска. Знаешь, мои товарищи находятся в плену в холодильнике на кухне тьмы. Если ты поможешь мне освободить их, я верну маску. Хорошо. Отлично! Я пойду с тобой на кухню, чтобы руководить операцией. Я согласен. Добрый день, дерево. И тебе день добрый. Ух, здесь не очень удобно. Это масленка. И в ней еще есть немного масла. До свидания, Отто. Я еще вернусь. Хорошо, я буду ждать тебя. Я пижама Сэм. Я собираюсь поймать тьму и заключить его в мою коробочку. Отлично. Меня зовут Ржавый. Правда? Не совсем. Тогда зачем вы так говорите? Прости, малыш. Просто сейчас я не в лучшей форме. Видишь ли, раньше я мог проехать по всей шахте. Вверх и вниз. По кругу. По любым рельсам. Это было замечательное время. Но потом я заржавел. Заржавели? Да, заржавел. Видишь ли, из-за ржавчины я не могу сдвинуться с места. Я вообще ничего не могу. Да, это очень плохо. Особенно плохо тогда, когда влажность воздуха повышается. Ведь от этого я ржавею еще быстрее. Вот. Думаю, это поможет своим колесам. Ой, как хорошо! Не забудь я другой паре колес. О-о-о! Да! Ура! Панзай! Благодаря тебе я снова могу ездить. Как тебя зовут, малыш? Повтори, пожалуйста. Сэм! Ну, слушай, Сэм. Я многим тебе обязан. Скажи мне, если захочешь проехать по шахте. Эй, Кинг, что это? Это водомер. Он показывает 780. Что ты собираешься с этим делать? Увидите. Обращайся с этим осторожно. А что это за предмет? Это кирка. С ее помощью можно добывать золото. Вот как. Ай-яй-яй! А-а-а! А-а-а! Отлично! Как здорово! Эй, вы только посмотрите! Ух ты! Наверное, это золото. Я говорил тебе, что нужно быть осторожным. Да, но посмотрите, сколько у меня теперь золота. Раз ты так сказочно богат, может, поделишься с другом? Я согласен на меньший кусочек. Хорошо. Хорошо. Спасибо за поездку, Кинг. Скажи мне, если захочешь проехать по шахте. Итак, это и есть дом, в котором живет тьма. Должно быть, это лифт, с помощью которого можно подняться в дом тьмы. Ох! Ох! Довольно тяжелый. Уф! Наверное, вес этого камня меньше моего. Уф! Уф! Эй! Здесь кто-нибудь есть? Дверь не откройте, ведь я вам принёс ещё морковь. Что? Никогда я не стану врагу. Решено. Вот, наконец-то попался оранжевый злодей. Ты положи его ко мне, я подержу открытой дверь. О нет, предводитель в плену. Ах нет, я не переживу такое горе. Быть морковью в горе. Друзья, вы свободны, и мы не вернёмся сюда. Ура! Ну да! Ура! Ага! Уходим навсегда! Хе-хе-хе, да-да! Я почти забыл о вещи важной. Моим товарищам ты помогал отважно. Как я и обещал, ты маску получаешь. Всегда тебя я видеть рад, товарищ. Ура! Моя маска снова со мной. Я найду другие вещи и расправлюсь с тьмой. Привет! Привет! И добро пожаловать на игру Всезнайка, в которой мы проверим твои знания. Вообще-то я хотел бы пройти. Думаю, мы можем это устроить, правда, левый? Да, правый. Но ему придётся ответить на несколько вопросов. Потому что, как ты знаешь, никто не пройдёт через двери знаний, не ответив на все вопросы в игре. Всезнайка! Позвольте представить нашего первого участника. Как тебя зовут, малыш? Ээээ, Сэм. Итак, там, откуда он пришёл, где бы это ни было, его зовут Сэм. Ему нравится прыгать с парашютом, разговаривать с духами и коллекционировать марки. Я не коллекционирую марки. Вы всё это выдумали. И сегодня он играет с нами за право пройти через двери знаний. Ему будут заданы вопросы по четырём темам. Он выиграет, если правильно ответит на один вопрос с каждой темы. А мы ведь знаем, что это значит. Правда, левый? Иди сюда, Сэм, и выбери первую тему. Сегодня у нас следующие темы. Анатомия, компьютеры, фрукты и мир тьмы. Я выбираю тему «Анатомия». Что ж, слушай вопрос. Как называются отделы лёгких? Доли. Правильно. Ты ответил на один вопрос. Осталось ещё три. Блестящий результат. Выбери следующую тему. Я выбираю тему «Компьютеры». Что ж, слушай вопрос. Какой язык служит для общения с компьютером? Паскаль. Абсолютно правильно. Два вопроса уже есть. Осталось ещё два. Итак, на какой из двух вопросов ты хочешь ответить? Я выбираю тему «Фрукты». Итак, слушай вопрос. Круглый красный плод. Гранат. Правильно. Тебе предоставляется право выбора. Ты готов ответить на последний вопрос? Ох. Я выбираю тему «Мир тьмы». Итак, слушай вопрос. Каковы показания водомера, расположенного в шахте недалеко от дома тьмы? 780. Абсолютно правильно. Ты отлично справляешься. Ты дал правильные ответы на четыре вопроса. Таким образом, ты становишься великим всезнайкой. Поздравляю, Сэм. Ой, да, спасибо. Дом переньём. Скажите, что он выиграл? Как новый великий всезнайка, Сэм выиграл право пройти через двери знаний в любое время. Ну, просто фантастика. Вы хотите сказать, что я могу пройти туда прямо сейчас? Правильно. Ух ты! Спасибо за то, что ты принял участие в нашей игре. С вами были левый и правый. До новой встречи! Двери знаний всегда открыты для того, кто стал великим всезнайкой. Ой, ручка отвалилась. Я тут ни при чём. Я почти не дотронулся до неё. Ух ты! Кажется, это секретная дверь. Я не знаю, как её открыть. Может быть, где-нибудь есть подсказка? Книга подсказок. Хочешь узнать дверь и секрет? Красные книги подскажут ответ. По-моему, там за дверью что-то есть. По-моему, там за дверью что-то есть. У двери нет ручки. Интересно, что делает эта кнопка? Эй, вы только посмотрите на это! Привет, Сэм! Здравствуйте! До свидания! Пока! Эта ручка должна подойти сюда. И снова пижама Сэм спасает положение. Ух! Дверь не открывается. Наверное, у неё заржавели навесы. Навесы очень ржавые. Думаю, их лучше смазать. Получилось! Мне осталось найти мою металлическую супер-пижамную коробочку. И все вещи будут у меня. Берегись, тьма. Берегись, тьма! Помогите! О, там же моя металлическая супер-пижамная коробочка. Мы ищем именно её? Да. Когда я поймаю тьму, я закрою его в ней. Это мой хранитель-звладеет. Прямо как у супер-пижама. А, понятно. Эх, я не могу достать её. Ух, ты видел? Это было здорово! Хм, конечно. Здорово. Да. Да, это было интересно. Давай ещё раз. Хм, может быть не сейчас? Хорошо. До свидания, Отто. Я ещё вернусь. А? Мне непонятно, почему все вопросы читаешь ты. Поделись со мной хотя бы половиной. Это потому, что у меня лучшая ди... Это же Великий Всезнайка! Добрый день, Великий Всезнайка! Привет! О, магнит! Эта полезная вещь мне пригодится. Привет, Сэм! Здравствуйте! До свидания! Добрый день! Добрый день, Великий Всезнайка! Эй, у меня идея! Что ты собираешься с этим делать? Магнит притягивает металл. Да нет, не может быть. Знаешь, кто-то говорил мне... А, ладно. Ух! Ага, теперь коробочка у меня. Отлично! Отлично! Берегись, Тьма! Пижама Сэм вышел на охоту. Да, это было интересно. Давай еще раз. Хм, может быть, не сейчас. Хорошо. Спасибо за помощь, Отка. Пожалуйста. Теперь я могу плавать сколько захочу. Ты, конечно же, прав, но я за то, чтобы все было честно. Это Великий Всезнайка. Добрый день, Великий Всезнайка. Привет! Думаю, Тьма прячется за этой дверью. Я должен поймать Тьму. Итак, я готов. Тьма! Это я, Пижама Сэм! Я пришел поймать тебя! Эй, Тьма! В шкафу! Он прячется в шкафу! Ага, наверное, это и есть нужный ключ. Да, он сработал. Так, все идет по плану. Теперь я готов пойти в шкаф и поймать Тьму. Держись, Тьма, к тебе идет Пижама Сэм! Тьма, это я, Пижама Сэм! Я пришел поймать тебя! Поймать? Это шутка? Я хочу поймать тебя и посадить в мою металлическую суперпижамную коробочку. Вот это да! Кажется, ты не шутишь. Зачем ты хочешь посадить меня в коробочку? Чтобы больше не бояться тебя. А ты боишься? И так меня собираются закрыть в коробочке. Ну и ну! Никто не хочет видеть меня. Никто со мной не играет в игры. Тебе нравится играть в игры? Да, только чаще всего мне не с кем играть. Ведь ночью все спят. То есть у тебя нет друзей? Хммм, нет. Я люблю играть в игры. Правда? Тебе нравится играть в печенье с сыром? Нужно лишь немного печенья и сыра. Как тебе этот ход? Да? Эй, как вам такое? Я победил тьму. Ой, я этого и не заметил. Ты победил. Ты хорошо играешь, Сэм. Спасибо. Это очень интересная игра. Мне пора возвращаться домой. Моя мама будет волноваться. Хорошо. Может, мы еще поиграем? Завтра ночью. Хорошо. Сэм, у тебя все в порядке? Да, мама. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дорогой. Спокойной ночи, тьма. Сэм! Сэм, у тебя! Субтитры сделал DimaTorzok